Всем здорова! Сегодня у меня на тесте ноутбок Alenwar M17 XR3 Edition. Так, процессор i7-2670, видеокарта NVIDIA 560M, 3D, 1,5 ГБ видеопамяти, Azov 8 Гигов, DDR3, 1600 МГц. Ну и основные показатели вот они. Так, вот его коробка, видите, она колоссально большая. Вот комплектация, диски с различными драйверами, Windows тоже есть, ну и обычное руководство. Вот их фирменный логотип, глянцевый, подсветка динамиков идет, на звуку. 1 DVD-ROM, также есть Blu-ray, карт-ридер, 2 USB 3.0, eSATA и HDMI вход. 4 разъема 3.5, наушник, микрофон, цифровой выход, также 2 USB 3.0, также потом HDMI выход, VGA и LAN. На нем, как сказать, полная комплектация. Вот сзади у нас идет выход под блок питания, ну подключение и 2 выпуска горячего воздуха. Здесь, в виде карты, здесь у нас процессор идет. Вообще, по полной снаряжении. Так. Давайте его включим. Вот он достану. Открыли мы наоблук, видим хорошую матовую поверхность. Один минус, это вот глянцевая, как сказать, обводка клавиатуры идет. А так, клавиатура тоже вся матовая, все с подсветкой. Четырехзонная подсветка клавиатуры. Одна, вторая, третья, четвертая. Потом пятая зона регулятора громкости. Потом, разъясняют кнопки, включение, надписи 1-2, тачпад и колонки. Давайте включим. Тачпад я отключил, так что я не пользуюсь. Вот. Все говорит зеленым. Та же, потом засниму ночь, но вечером. Та же, по мере покупки ноутбука, я им уже пользуюсь в третий год, я купил вот жесткий диск SSD на 256 гигабайт, чтобы быстрее была загрузка Windows, чтобы быстрее можно было работать. И все. Основных других вложений не было. Минусов. Из минусов ноутбука могу отметить то, что по течению двух лет батарейка самого ноутбука, так сказать, сдохла. Сейчас только от кабеля можно включить. Так батарейка работает 1-2 минуты. Все, основных, ну, минусов больше нет. В максимальном режиме ноутбук слышно не очень. Так же, вот, недавно менял термопасту. Наверное, где-то в декабре 2014 года. Сейчас вот, по ходу дела, по играм, надо будет опять менять. Так, начинает подтупливать. Ну, все дело в термопасте. Фигово термопасту, наверное, взял. В следующем видео, как будем разбирать и менять термопасту этого ноутбука. Так же к ноутбуку я взял мышку Razer. Вот сама мышка. Razer Naga. Удобная, практичная. Ну и тоже зеленой подсветкой. Вот сам экран. Сейчас мы посмотрим характеристики его. Вот, так сказать, его характеристики. Intel Core 72630QM. 2 ГГц в обычном режиме. 8 ГБ разрушка. И видеокарта. NVIDIA 560M с 3D. Так же в комплекте с 3D шли NVIDIA очки. Вот их так же в чехолочке все аккуратно. NVIDIA. Сейчас мы посмотрим их очки. Очки подключаются через обычный USB провод. Так же и заряжаются. Заряда хватает. Но при каждом дне используем, то на неделю заряда хватит. Вот их очки NVIDIA. вот USB обычный и к обычному USB подключаем и у нас будет 3D. Так же в комплекте шел в чехол. Это чехольчик для например если вы хотите взять ноутбук то шел в чехол. А оригинальный чехол для ноутбука Alenwar замшевая поверхность сшито сшито очень хорошо и с кожаными вставками логотипа. И вот характеристики видеокарты. 560M все. Все. Так же будем делать с него обзоры игр. Игр здесь предостаточно. Пишите свои комментарии. А, так же здесь вот сейчас вам покажу есть кнопочка вот она при нажатии помет эта кнопка отвечает за всю подсветку ноутбука. Единственное да, эта программа грузится очень долго. Ну, минут секунд 30 наверное. Вот появился опять логотип. Вся, появилась программа. Вот хотите чтобы работал TouchBite нажимаем FN сейчас все теперь у нас работает TouchPad. Вот вся поверхность вот логотип основной подсветка идет четырехзонная подсветка клавиатуры включение выключения ноутбука TouchPad и колонок. Вот сейчас давайте посмотрим. Сейчас будем изменять подсветку колонок. Оранжевый вот желтый лимон и зеленый синий розовый и также можем любую поверхность заменить под любой под ваш вкус. С этим проблем нет. все спасибо за внимание пишите свои комментарии также будем в следующем видео будем делать замену термопасты на видеокарте и процессоре всем спасибо подписывайтесь до скорой встречи Продолжение следует...